Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Сегодня мы вновь играем в игру под названием Galaxy Control 3D, которая очень похожа на Clash of Clans, но действие разворачивается в космосе. И наконец-таки, наконец-таки я смогу перейти на 10-й Тонхолл. Сколько я ждала этого момента, это оказалось немножечко сложнее, чем я думала, но вот уже ратуша находится на аппе и более того, разработчики, глядя похоже на мои прошлые ролики, решили прислать мне 5000 гемов. Напомню, что я являюсь официальным ютубером игры Galaxy Control 3D и вот такую небольшую плюшечку к переходу мне отправили, что мне сейчас очень сильно поможет, потому что волшебных предметов у меня на аккаунте очень мало и как раз вместо них мы с вами и будем использовать гемы. Поэтому сейчас тратим 1000 чем гемов и вот 10-й Тонхолл, а вместе с ним и открыто новое строение дефа, то есть новое строение обороны. Называется здесь оно призматический излучатель, но по факту это привычная для нас с вами Инферно из Clash of Clans, которая имеет также как сингл режим, так и мульти режим, то есть атака на несколько целей. И как мы с вами помним по опыту Clash of Clans, сразу после перехода на новую ратушу, на новый командный центр необходимо прокачать одно из самых важных зданий. Это лаборатория, которая здесь называется инженерный комплекс. Благодаря этому зданию мы сможем с вами прокачивать наши войска, наши заклинания и таким образом становиться сильнее, потому что чем у нас более прокаченная армия, тем проще нам будет добивать себе и ресурсы для последующих апгрейдов и просто развиваться в игре. Как видите здесь очень-очень много всего, в том числе можно открыть и прокачать на ТХ 10 новых юнитов, о них мы поговорим немножечко попозже, поэтому лабораторией сейчас нужно будет заниматься усиленно. Также еще одна очень важная вещь, на мой взгляд, это клановая крепость. Это здесь называется центр управления. Как и в Clash of Clans, такой центр позволяет вам иметь определенное количество юнитов внутри себя, которые вы можете выпускать на подмогу. Эти юниты появляются не обооткуда, а выдают вам их ваши же сокланы. Так что чем больше у вас центр управления, тем больше юнитов вы сможете туда поместить, а значит атака у вас будет более мощная. Теперь давайте вновь вернемся в лабораторию и поставим на прокачку Маврика. Это местный Хоук. Я считаю, что это очень хороший юнит для 10-го ТХ, потому что на 9-ом командном центре он себя отлично показал и опять же по опыту Clash of Clans мне кажется это очень простой юнит, с которым легко адаптироваться под миксы и под снос вас на 10-ом Туэнхолле, если на 9-ке вы им играли. А я как раз таки играла, поэтому думаю, что для меня все будет легко. И раз у нас с вами остались лишние гемы, давайте тогда сейчас закончим за гемы центр управления, клановую крепость. Будет больше войск, кстати говоря, уровень повысили, еще очки отдыха заработали. Естественно, вам не обязательно так сделать, потому что вряд ли у вас на аккаунте есть 5000 лишних гемов, но так как у меня они есть, вместо волшебных предметов, то почему бы их не использовать, ведь не хранить же их вечно и не смотреть на них в конце концов. Ну а теперь самое время поставить ловушки. Заходим с вами в магазин, нажимаем на раздел мины и ставим все, что тут есть. Причем, обратите внимание, что ставится оно все моментально, то есть не требует времени для установки, либо же для прокачки. Поэтому выставляем все, что у нас ставится сразу и тем самым чуть-чуть улучшаем дев свои базы. Кстати говоря, базу я, естественно, потом поменяю, потому что такая расстановка уже вряд ли будет хорошо держать на 10-ом Туэнхолле. После установки ловушек я поставлю еще по очереди новые сборщики, которые также доступны в магазине, и буду потихонечку их прокачивать. Также один строитель постоянно у меня будет оставаться на прокачку ловушек, потому что это вещь, которая, казалось бы, такая маленькая и вроде от нее ничего не зависит. На самом деле нет, это не так. Эта вещь является очень важной и часто именно грамотно расставленные ловушки, которые, конечно же, прокаченные, решают исход всей битвы, когда все войска могут подорваться на одной мини, либо же остатки войск не смогут добить базу на 100%. В общем, ситуации бывают разные. Я думаю, что, опять же, по опыту Clash of Clans вы наверняка знаете, насколько ловушки иногда решают в битвах. Что же касается нового дефа, который здесь есть, о вкладке оборона, конечно, очень хочется все поставить, но, как мы с вами опять же помним по опыту Clash of Clans, изначально это делать не стоит, потому что, допустим, на клановых воинах вас будет кидать на соперника выше, и я думаю, что баланс в Galaxy Control 3D тоже работает по подобной схеме. Поэтому пушку, лазерную башню, а также Инферно и еще несколько других страниц дефа я поставлю немножечко позже, когда уже буду иметь более-менее нормальный микс для того, чтобы можно было им атаковать на любую базу ТХ-10 и немножечко подкачаю героев. В конце концов, все это дело никуда от меня не убежит, и пока что мне хватит того дефа, который был у меня на девяточке. И под конец перехода на остаток гемов давайте прокачаем нашего Маврика, то есть его улучшим, и теперь он уже будет у нас от 10 ТХ. То есть в следующих видео можно будет уже потестировать, попробовать различные миксы с Мавриком, то есть с Хогом. Я думаю, что миксов можно будет найти большое количество, посмотреть, как Хоги справляются на десятке. Но у меня очень большие надежды на этого юнита, и я надеюсь, что они оправдаются. Также в планах в ближайшее время прокачать казармы, потому что после перехода на 10 ТХ мы можем открыть два новых юнита, которых ранее не было. Это Призрак и Бласт. Призрак является аналогом Шахтера в Clash of Clans, но посмотрите, насколько классно он здесь выполнен. То есть внешне абсолютно не похож на Шахтера, потому что здесь Призрак выполнен как собака, либо же волк, который становится невидимым и исчезает. Это мне очень нравится, опять же, в Galaxy Control 3D, что они подходят к вопросу графики очень-очень необычно и интересно. Что же касается Бласт, то, как вы догадались, это аналог вышибалы или боулера из Clash of Clans, но здесь это робот, который покрыт большой толстой броней. В общем-то, нам еще с вами многое предстоит узнать на 10 Тунхоле, но это все уже будет в следующих выпусках, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежий выпуск по Galaxy Control 3D, включайте колокольчик и ставьте лайк на это видео. Ну а я желаю вам удачи и пока-пока!